Добрый день, дорогие дамы! В этом году мы сделали новогодний подарок нашим клиенткам и предложили проанализировать анкеты. К сожалению, не все дамы воспользовались этой услугой, поэтому я бы хотела в данном видео рассказать о трех главных проблемах, которые все-таки мешают женщинам познакомиться, или вернее, делают так, что анкеты становятся непривлекательными для мужчин. Главная проблема, очень большая проблема, это короткая стрижка. Многие женщины, особенно женщины за 45, почему-то обстригают волосы и переходят на вот эти вот такие вот советские прически, за ушками все выстрижено, вверх оно вздыбленное, на бегуди накрученное. Это не женственно, это некрасиво, и по статистике брачного агентства мужчины практически никогда не выбирают женщин с короткими стрижками. Поэтому самый простой способ для женщин с короткими волосами улучшить свои шансы на поиск, это все-таки отрастить волосы. Я тут недавно услышала аргумент о том, что, наверное, мне не удастся изменить свой облик. Волосы растут на один сантиметр в месяц. Через полгода это уже шесть сантиметров. Шесть сантиметров это уже много. Это уже добавляет женщине женственность, и можно уже из этих волос сделать какую-то женственную прическу, а не короткую полумужскую стрижку. Поэтому вы должны понимать, что очень многие женщины за границей, европейские женщины, стригутся коротко. То есть получается, что дама с короткой стрижкой – это то, что мужчина каждый день видит на улицах, в офисе, везде. Он везде это видит. Для него это ничего особенного. Его это уже не привлекает. Поэтому женщина, у которой длинные, ухоженные, или волосы среднедлинные, красивые, ухоженные, она вызовет у него больше мужского интереса, чем дама с короткой стрижкой полумужского вида и образа. Вторая огромная проблема, которая тоже требует для исправления от 3 до 6 месяцев – это незнание иностранных языков. Многие дамы приходят в брачное агентство с позицией, что когда я познакомлюсь со своим мужчиной, тогда я начну учить. В основном почему-то дамы именно взрослые. То есть дамы 45, 50, 55 – взрослые дамы, которые хотят познакомиться с умным, интеллигентным мужчиной. А теперь поставьте себя на место умного, интеллигентного мужчины, который хочет познакомиться с дамой иностранкой. И он понимает, что если он возьмет вот эту, даже красивую, но без иностранных языков, то фактически у них не будет нормального общения. Серьезные, интеллигентные мужчины в первую очередь ценят общение, общие человеческие ценности, обмен эмоциями, обмен мыслями. Как это можно сделать женщиной, которая практически не владеет языком? Общаться на уровне, что мы сегодня пьем и куда выносить мусор? Умному мужчине это неинтересно. Ему хочется обмениваться действительно информацией, а не просто тыкать пальцем и писать записочки. Поэтому если вы будете сидеть с настроем, вот когда-нибудь я там буду учить, вот когда вы начнете когда-нибудь там учить, когда-нибудь тогда будет кавалер. Для дам 20, 25, 30 это не так криминально, потому что молодые мужчины все-таки более лояльны, более гибкие. А чем старше мы становимся, тем больше мы закостеневаем в наших привычках, тем больше для нас становятся именно наши ценности и наш жизненный уклад. Поэтому хочется познакомиться с женщиной, с которой действительно можно общаться. А жениться на даме, которая языками не владеет, это как немую себе брать. А потом, возможно, она выучит язык и выяснится, что им разговаривать не о чем. А они уже поженились, и что делать с этой ситуацией дальше? Поэтому если вы действительно хотите познакомиться, и для вас это действительно цель вашей жизни, то надо бросить все усилия на изучение иностранных языков. В интернете огромное количество курсов, огромное количество бесплатных учебников. Поэтому говорить о том, что это дорого, неудобно, сложно, это все неправда. Есть фильмы на иностранных языках, есть сайты на иностранных языках, есть видео, есть курсы, все есть на иностранных языках в интернете, совершенно бесплатно. Надо просто немножко этим вопросом заняться. Ну и третья проблема, большая проблема, это лишний вес. Мы можем долго дискутировать на тему о том, что у хорошего человека должно быть много, и главное это то, что у женщины в душе, а то, что внешнее, это все-таки внешняя оболочка, все-таки родственные души и так далее. Вы можете закидать меня камнями, вы можете ругаться на меня сколько хотите, но если женщина полная, если у женщины лишний вес, ее не выбирают. Может быть, русские мужчины на это смотрят более лояльно. Мужчины и иностранцы, которые готовы жениться на русской женщине и привести ее в страну к себе, в нашей ситуации мы больше работаем с Германией, они не выбирают женщин с лишним весом. Поэтому, если вы хотите добиться цели, и вы сами видите на фотографиях, что у вас там апочки по бокам, и животик вперед вылезает, ну и многовато тело, да, вы же сами себя знаете, если к зеркалу подходите каждый день, то, конечно, надо худеть, надо контролировать свое питание, надо заниматься спортом. Совсем недавно мне одна женщина тоже написала о том, что, наверное, мне в ближайшие 5 лет не удастся похудеть. Почему в 5 лет ей не удастся похудеть, при том, что вес там не запредельный, я, честно говоря, не поняла. Мне кажется, что для здоровья, для себя, для внутренней самооценки, для уверенности в себе, и в первую очередь для здоровья, для суставов, для спины, для давления, для сахара в крови. Лишний вес, он только враг, и с этим надо бороться. Поэтому я не понимаю причины, почему женщина, которая четко указана проблемой, что ей мешает, почему женщина не может с этими проблемами справляться. С другой стороны, если женщина находит только оправдание, почему она ничего в своей жизни не меняет, почему ей сложно отрастить волосы, почему ей сложно заняться языком, и так далее. Ну, значит, наверное, ей не нужен мужчина. Наверное, поиски – это просто какое-то развлечение, какая-то попытка, что кто-то появится, принц на белом коне ее спасет. Я вас могу огорчить. Нету принцев. Спасать никто не будет. Либо женщина спасает себя сама, то есть улучшает свои шансы, и таким образом приближается к цели, то есть знакомится, выходит замуж за иностранного мужчину, либо она остается там, где она остается, и живет той жизнью, которой она уже живет. Тут уже каждый выбирает для себя сам. Спасибо большое за ваше внимание.